С людьми надо встречаться. Именно эта фраза стала лейтмотивом открытого диалога губернатора региона с жителями Малорийского района. По мнению Анатолия Лиса, именно так можно сделать работу государственных структур более прозрачной и открытой, что, в свою очередь, не только повысит уровень доверия к власти, но и создат все условия для активного взаимодействия во имя общего блага. Вопросы, с которыми обращались граждане к председателю Брестского облсполкома, в своем большинстве носили частный характер и чаще всего имели основания быть решенными еще на местах. Однако тот факт, что количество обращающихся напрямую к первому лицу области сокращается, а в этот раз на открытый диалог главе региона записалось всего три человека, явное подтверждение тому, что работа по более тесному взаимодействию структур на местах ведется. Можно делать вывод о том, что и местные органы власти, наверное, работают неплохо, если население меньше обращается, вышестоящие органы. Это тоже, наверное, я считаю, один из факторов. Органы исполнительные, местные власти, они для этого и предназначены, чтобы больше разговаривать, встречаться с людьми, знать их интересы, вопросы, объяснять, разъяснять. Поэтому это правильно, и на это я обратил внимание. Председателя Сельского совета, председателя райисполкома. Нам надо чаще больше встречаться с людьми, не только тогда, когда мы выборы проводим, а и по повседневной жизни больше знать их нужды, запросы, вопросы. На повестке открытого диалога губернатора с гражданами были вопросы, актуальные в своем большинстве для жителей сельской местности. Это и выделение пастбищ для выпаса крупного рогатого скота, и подключение домов к проложенному газопроводу, и приватизация жилья. В целом, и это Анатолий Лис подчеркивал неоднократно, подобные проблемы есть не только в Малорицком районе. В сельских районах, естественно, конечно, эти вопросы, жилищные вопросы, они везде приоритетные, особенно приватизация жилья, они такие, они очень простые вопросы. Не всегда они удовлетворяют население, но, к сожалению, есть нормативная база, которую нарушить нельзя. Но людям, конечно, хочется таким образом решить свой вопрос, но это не всегда возможно. Не все даже наши граждане, надо сказать, что понимают те проблемы, вопросы, которые сегодня возникают у предприятий, в организации, в бюджете. Ну, вот им хочется, так они привыкли. Поэтому здесь тоже надо интересы учитывать и других, не только своих. Конечно, бывают вопросы, когда даже представители областной вертикали власти не могут предложить помощь, так как не все находится в их компетенции. Однако, и об этом Анатолий Лис говорил неоднократно, несправедливо людей обижать не нужно. К каждому обратившемуся важно подходить внимательно и с уважением, а вопрос решать всеми возможными силами. В этом и заключается особый смысл личных встреч с гражданами. Мы имеем возможность почувствовать именно то, что волнует все население, дать оценку работы местных органов, власти это тоже важно. Ну, а население непосредственно встретиться и с первых уст тоже услышать от руководителей более высокого ранга ответы на те вопросы, которые их интересуют. Поэтому я считаю, что это нормальная форма, мы ее будем продолжать активно развивать.